Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Иоанн Тераутс, и это разбор послания апостола Павла к Галатам для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы с вами переходим к третьей главе этого послания. Здесь апостол Павел продолжает идею, и продолжает свое размышление по поводу дел закона и благодати Господа Иисуса Христа. Начинает он с такого пассажа досадного. Он говорит, «О несмысленные Галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Христос и Иисус? Как бы у вас распятый! Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духой, совершающий между вами чудеса через дела, ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Он задает ряд риторических вопросов, на которые читатель не должен отвечать, но которые показывают экспрессивность данного письма. И он начинает приводить примеры из той же самой иудейской практики из Ветхого Завета. «Так Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Познаете же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, приводя, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, «в тебе благословятся все народы, и так верующие благословляются с верным Авраамом». Для апостола Павла тема веры и закона очень важна, потому что для него исполнение закона – это возврат назад, а дела веры – это движение вперед. Это на самом деле важная идея, которая необходима и нам с вами. Нам необходимо это помнить, нам необходимо это учитывать в своей духовной жизни. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, то есть под проклятием, ибо написано проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона». Это действительно цитата из Второзакония, и мы с вами прекрасно понимаем, что исполнить абсолютно все заповеди иудейские просто невозможно. Это факт, потому что они действительно очень разносторонние, очень их много, и ты можешь, сделав небольшую ошибку, уже согрешить против закона. Но с законом связана твоя плоть, с законом связано твое материальное существование в этом мире. А с духом, с верой, с какой-то внутренней жизнью связана христианская проповедь. Для ветхозаветного человека, для человека древности до Христа очень важно было четко выстроить свой ритуал поклонения Богу, четко выстроить свою молитву, четко выстроить свои жертвоприношения и так далее. Понять эту логику, логику человеческую, которую возлагают, влагают к Богу. И Господь подстраивается под эту логику человека, в то время как Христос приносит совершенно иной подход к религиозной жизни. Например, служение ближним, как служение Богу. Далее. «Христос искупил нас от клятвы закона, проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, и написано, проклят всякий, висящий на древе». Так вот, Христос волею восходит на древо креста для того, чтобы самому взять на себя проклятие этого закона. Сам он был безгрешен, проклятие этого закона, дабы искупить его в себе. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного, завещание никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которой есть Христос. «И говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу, ибо если бы по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Авраам Богу даровал оноя по обетованию». Для чего же закон? Закон дан. Он дал по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукой посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Но если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Мы с вами знаем по преданию церковному, а также на основании Священного Писания люди до пришествия мира Христа Спасителя, до Его искупительных подвигов, люди попадали в ад. И когда Христос сходит в ад, Он забирает оттуда людей, которые верят в Него, которые ждут Его и выводят тех, кто хочет с Ним выйти. Соответственно, вера в Иисуса Христа спасает их. Почему? Понятно, что эта вера рождается не в аду. Если мы с вами откроем Ветхий Завет и начнем искать прообразы, указывающие на Иисуса Христа, мы поймем, что люди до пришествия в мир Иисуса живут надеждой на Него и верой в Него. Так вот, до пришествия веры мы все заключены законом, а по пришествии веры мы свободны во Христе, мы стали сынами Божьими, мы усыновлены Господом Иисусом Христом. Здесь он отождествляет Ветхий Завет с детоводителем ко Христу. Детоводители, это даже были не педагоги, это были такие воспитатели для детей, обычно среди рабов, которые приводили человека, воспитывали ребенка, но это были действительно низшие слои, это не были там философы, которые давали свои уроки или преподаватели, дающие очень полезный и нужный материал. И апостол Павел как раз сравнивает Ветхий Завет с этим детоводителем, и он должен привести ко Христу. И когда ты уже пришел ко Христу, возвращаться к детоводителю было бы нелогично и странно. Вот здесь он апеллирует к логике. Апеллирует к логике человека, зараженного уже иудейским этим подходом, и для которого необходима вот эта понятная последовательность его действий, последовательность его восприятия Бога. Далее мы с вами уже перейдем к четвертой главе послания к Галатам, где продолжится рассуждение о отношении закона и веры. Дальше продолжится эта полемика, этот монолог апостола Павла. Всем желаю вам доброго здравия и помощи Божьей. Смотрите следующие видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok